Здравствуйте, друзья! Это канал Пластмассовый Единот. Все о термопласт-автоматах и не только. И сегодня мы поговорим о самых важных моментах в обслуживании термопласт-автомата. Своевременное и правильное обслуживание термопласт-автоматов является залогом их долгой и продуктивной работы. И в первую очередь поговорим о том, что необходимо делать ежедневно. Ежедневно рекомендуется проверять защиту термопласт-автомата. Сейчас мы проверим защиту передней двери. Пресс-форма остановилась. Во время смыкания при открытой передней двери смыкание невозможно. Соответственно, здесь все работает правильно. Сейчас мы проверим, что при открытии задней двери двигатель выключается. О, стало тихо. Мы слышим, что двигатель выключился. Так это должно быть при правильной работе защиты. Во время работы термопласт-автомата необходимо слушать шум, который издает двигатель, насос. И при возникновении подозрительных посторонних шумов прекращать работу и выяснять причины этого. Также необходимо следить за температурой материального цилиндра. Заданная температура должна плюс-минус в пределах соответствовать фактической. При несоответствии температуры, плюс или минус, необходимо разбираться и выяснять причину данного значения. Причинами перегрева или недогрева материального цилиндра может быть или испорченный нагреватель, термопара, впускатель, реле или главный блок управления. При работе термопласт-автомата также необходимо следить за показаниями температуры масла. Температуру гидравлического масла можно наблюдать или на экране контроллера, или на градуснике, который установлен на заднем кожухе. Рабочая температура термопласт-автомата 30-40 градусов. Также необходимо проверять уровень масла в гидравлическом баке. Он должен составлять 3 четверти, 4 пятых по вот этому индикатору. В данном случае масла достаточно. Также проверяйте состояние трубок, питателей, узла смыкания термопласт-автомата. Не должно быть никаких утечек, подтеков. Это очень сильно влияет на работоспособность кальморчажному механизму. Бачок автоматической смазки расположен на заднем торце термопласт-автомата. Он оборудован датчиком уровня и датчиком давления. Масса заливается только первичная. Были случаи, когда клиент использовал отработку. Это приводило к проблемам работы насоса и к проблемам кальморчажного механизма. При настройке термопласт-автомата нужно придерживаться того, что не нужно использовать максимальные значения параметров. Не нужно, чтобы машина работала на износ. Что делают некоторые наладчики, не хотят более точно настроить машину, а выставляя сразу максимальные и думая, что так машина будет работать качественнее. Не нужно выставлять максимальные значения, в данном случае 175. Нужно придерживаться того, чтобы машина работала тихо, бесшумно, ни надрывно, ни на износ. Перед запуском пресс-формы необходимо проверить затяжку струбцин, удерживающих пресс-форму. Были случаи, что наладчики упускали этот момент, и пресс-форма, соответственно, падала вниз. Та часть, которая расположена на подвижной части, потому что она не держится кольцом. При заступлении в смену обращайте внимание на целостность кнопок панели управления. Были случаи, что передавая смену, наладчики не говорили о том, что повреждения возникли за их смену, и, соответственно, работа термопласт-автоматом была невозможна. И был простой оборудованный. Перед запуском в цикл термопласт-автомата следите за состоянием зоны впрыска. Ее нужно содержать в чистом состоянии, и не допускать грязи и налипшего материала на сопле и на пресс-форме. Иначе может быть то, что зальется первая зона, зальется нагреватель, зальется термопара, и она придет в негодность, придется менять. Во время работы на термопласт-автомате все поверхности термопласт-автомата должны быть чистые. Никаких посторонних предметов, телефонов, перчаток, ключей не должно находиться, ни материала, ничего, что мешает работе наладчика и оператора. Проверяйте поверхность термопласт-автомата на наличие подтеков гидравлического масла. На термопласт-автоматах, оборудованных централизованной системой смазки, необходимо каждые две недели производить 4-6 движения для смазки узлов термопласт-автомата. В данном случае мы смазываем узел впрыска. Данный термопласт-автомат оборудован системой смазки и узла смыкания. Если термопласт-автомат не оборудован централизованной системой смазки, необходимо согласно схеме, инструкции, обеспечить ручное шприцевание где-то в районе 10-15 точек. Для проверки работоспособности распределителей системы смазки, необходимо включить смазку и проверить наличие штырьков на каждом распределителе. А при снятии давления все штырьки должны уходить обратно в распределитель. Элементы колено-чажного механизма не должны быть покрыты пылью, какой-то грязью, грязной смазкой. Должны содержаться в чистоте. Очистку вентиляторов на дверях термопласт-автомата или на сервоприводе необходимо осуществлять каждые 3 месяца или ранее при наличии запыленности. Каждые полгода необходимо проверять уровень термопласта-автомата с помощью брускового уровня. Видео про выставление по уровню смотрите по ссылке. Центровку сопла необходимо производить раз в полгода или ранее при наличии замечаний, при наличии подтеков материала. При невыполнении данной процедуры могут повредиться нагреватели и термопары на материальном цивилии. Обучающее видео про центровку сопла смотрите по ссылке. Очистку электронных компонентов в электрическом ящике необходимо осуществлять каждые 3 месяца. Наличие загрязнения, запыленности в электрическом ящике может привести к поломкам или нарушению работы электрических компонентов, которые там расположены. Обслуживание электродвигателей на термопласт-автомате необходимо осуществлять раз в полгода. Это то есть очистка от загрязнений, от каких-то запыленностей. А при наличии точки смазки необходимо шприцевать также раз в полгода. Замену гидролитического масла на термопласт-автомате необходимо осуществлять раз в год-полтора или по достижению 6 тысяч часов наработки. Видео про замену масла смотрите по ссылке. Это был пластмассовый енот и сегодня мы говорили о том, как правильно обслуживать термопласт-автомат. Если контент нашего канала вам полезен, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие видео вам было бы интересно увидеть на нашей канале в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok